Наш эфир сегодня на тему очищения организма и как очищение организма влияет на уровень жизни человека. Сегодня я пригласил к себе на эфир гостю доктора натуропатии Баю Че. Я уверен, что всем вам будет интересно послушать её. Сегодня я задам ряд очень важных вопросов, которые мне часто задают также. Подписчики наших групп, клиенты. И очень интересно послушать ответы именно доктора натуропатии. Человека, который не только как доктор знает ответы на эти вопросы, но и сама прошла лично на своём опыте много ситуаций, связанных с проблемами со здоровьем. Баю, добрый день. Привет. Да, рад видеть вас. Приветствую, Игорь. Приветствую нашу пока ещё немногочисленную аудиторию. Ну, в принципе, мы не гонимся за количеством, мы гонимся за качеством, потому что я знаю, что всё равно запись будут люди смотреть. Давай немножко подождём, наверное, Баю Че. Да, буквально несколько минут подождём. А пока я всё-таки хочу рассказать, немножко представлю вас, хорошо, Бая? Да, конечно. Бая, как я и говорил, в общем-то, да, на сегодняшний день доктор натуропатии, 58 лет. И посмотрите, как она прекрасно выглядит. Насколько я знаю, что, ну, я видел, да, что у тебя есть книга, да? Да. Да-да-да, вот. И самое важное, что меня удивило, да, я смотрел разные фотографии много лет назад, ну, вернее, даже, можно сказать, немного лет назад, да, немного, да, всего, там, по-моему, 16-й год, да-да-да, 5 лет назад, вот. И я с этого как раз хочу такой вот первый вопрос задать. Я смотрю, люди всё-таки подключаются, присоединяются, да? Да-да-да, да. Вот. У меня такой вопрос, вот, всего 6 лет, и у тебя, получается, внешний вид, как будто на 15-20 лет моложе, да? Вот расскажи, как вот, как получилась такая метаморфоза, да, причём, ну, достаточно быстро, да, потому что результат же не сегодня наступил. Да. То есть фотографиям 5 лет назад, да, а результат наступил буквально, там, ну, может быть, год-два, да, так я так понимаю, то есть, опять же, теми фотографиями, которые уже были тогда, да, то есть, сделаны, там, в 2016 году. Вот, расскажи, вот, расскажи, вот, что произошло там такое, и как смогла, вот, получить такой результат? Вот, что самое интересное, что это вообще не было моей целью, то есть, изменение внешности, там, какое-то омоложение. Это не было вообще целью. Я себе нравилась довольно-таки 5 лет назад. Дело в том, что я всю жизнь была худющей, и когда я 5 лет назад набрала лишний вес, он меня, в общем-то, не тяготил, если так уж честно, да, говорить. Конечно, нет, наверное, немножечко кривлю душой, конечно, было тяжеловато, то есть, болели суставы, тяжело давалась ходьба, там, подъём по лестнице, даже на второй этаж. Но, в общем и целом, я когда смотрела на себя в зеркало, я думала, я такая женщина, уже такая при фигуре, да, при этих самых формах тех самых, да, вот, и, в принципе, я, что характерно, я смирилась. Я смирилась с этой формой, вот, с этими пухлыми своими, там, всякими выпуклостями, вот, и главное, что меня беспокоило, это больше всего не форма, не форма, не тело, а именно самочувствие. Потому что я стала рассыпаться просто, вот, и здоровой женщины я буквально за каких-то полгода, вот, как грянул климакс, я буквально за полгода просто собрала букет. У меня суставы разваливались, я ходила, у меня болели всё, и косточки пальцев, и вот это, да, голеностоп, свод стопы, сейчас, секунду. И колени, и бёдра, и плечевые суставы, и позвоночник в нижнем отделе, и позвоночник в верхнем отделе. То есть, все важные узлы, вот эти суставы, кости, это всё было поражено. Но, как я сейчас понимаю, оно было не то, чтобы поражено, это был просто лишний вес, лимфатический застой, нарушенное кровообращение, спазмы. Всё это привело к болевым синдромам, да, то есть, это было одно. Дальше, мигрень, ежемесячная мигрень, то есть, каждый месяц у меня случались приступы мигрени страшнейшие, с рвотой, с потемнением в глазах. Да, это уже серьёзно. Ужас, ужас. Я сидела на омигренине где-то с полгода, омигренин, причём сначала омигренину 50, потом омигренину 100, то есть, повышалась доза. Повышалась. Да, и без него я уже не могла просто жить, это было очень тяжело. Плюс был очень тяжёлый климакс, то есть, вот эти приливы совершенно бешеные, да, перепад настроения, вот это вот психоз, нервоз, какая-то оторванность вообще от всего. Полезли пятна, ну, они так и остались, в общем-то, я не вывожу их принципиально, пусть будут мне напоминанием, да, о том, что такое выбросы печени. То есть, полезли пятна, вот эти вот, да, как мы называем старческие пятна, высыпали папилломы на шее, ноги были хронически отёкшие от варикоза, то есть, варикоз прям был в очень таком, в махровом расцвете. Ну, всё, что ещё нужно для женщины, для полного её несчастья? Полный букет для несчастья, да, вот такая вот разваливающаяся по кускам. И, собственно, зашла-то я, начала я заниматься очищением, мы же сегодня о нём говорим, да, об очищении. Да, да, потому что я надеялась, что с помощью этого я как-то поправлю своё здоровье. Я совершенно не напрасно надеялась. Я действительно-таки поправила своё здоровье, и оно прям стало улучшаться буквально с самого первого курса очищения. С тех пор я их сделала семь за эти годы. И оно прям вот шло по нарастающей, по нарастающей. То есть, постепенно, сразу перестали болеть суставы. Постепенно улучшилась и сейчас очень спокойная обстановка с поясничным отделом и с шейным отделом. Ушла мигрень. Ушла всё. Да, это очень... Ушла мигрень. Так, остановил своё прогрессирование варикоз. То есть, отёчность спала с ног, ножки выровнялись, стали хорошей, правильной формой, как они были и раньше. То есть, вот этих опухлых щиколок больше не было, не было болезненности. Я стала не то, что подниматься там на 10 этаж, я жила в Сочи, я по горам ходила легко. Суставы вообще не болели никакие. Ни пальчики, ни... И когда у меня был пик обострения вот этих суставных болей, я нахрен раздала все свои каблуки. И потом, когда меня перестали болеть, думаю, блин, зачем я каблуки отдала? Ой, я бы сейчас их вернула. Ну ладно, это всё так, шуточки. Вот, и что самое-то, вот прям чудесное, расчудесное, у меня папилломы с шеи отвалились. Да, это серьёзно, да. Вот прям вот все до одной. И когда я вот мылась в душу, и вдруг, боже мой, у меня же нет папиллом. Когда они отвалились? Я даже не знаю, когда, я не отсекла этот момент. Но это произошло. И вот тогда это было вот последним, наверное, каплей, которая мне сказала, вот, вот, это чудесное направление, которое нужно развивать и дальше. То есть получается, что мы можем... А, да, бонусом-то что было? Уход веса 26 килограмм минус. Ну это хороший бонус такой. Это был бонус, да. Это был бонус к моей практике очищения. Да, многие, многие только благодаря, в смысле, только для того, чтобы такой бонус получить, да, делают всё, а у тебя получилось сразу так, бах, и... Получилось всё дополнительно, да. Да. И, наверное, самый главный бонус, который я вынесла из всей вот этой практики, я просто, я нашла для себя свой новый путь развития, саморазвития. То есть я стала учиться натуропатии, я закончила институт, я получила диплом доктора натуропатии. То есть теперь вы понимаете, что я не всегда была доктором натуропатии, я вообще была далека от этого. И это пришло в мою жизнь как чудо, и я поняла, что нужно держаться за это чудо, нести его и дальше, развиваться в нём, и рассказывать о нём и другим людям. Потому что, оказывается, люди, оказывается, спасение-то в наших руках. Я-то думала, что надо ходить в поликлинику и лечиться. И я ходила и лечилась. А лечилась-то я бестолку, ничего же не помогало. Всё было при мне, все мои боли, папилломы, мигрени, и всё было при мне. Горстями лекарства, всякие процедуры, а толку-то ноль. А тут раз, и пришёл толк. И вот поэтому я и решила, что я обязательно должна это всё нести людям, вот просто об этом кричать. Вот так в мою жизнь пришло очищение, пришла натуропатия, и так я стала доктором натуропатии. Обалдеть, очень классно. Вообще история. На самом деле, знаешь, вот это очень приятно, да, вот когда специалист сначала сделал себя, свой результат. Ну, так получилось, да, а потом уже стал специалистом в этой теме, да, потому что часто бывает так, что вот там, не знаю, человек занимается снижением лишнего веса, у него там в три раза больше нужного веса, да, там. Да, бывает. То есть, а у тебя именно как, сапожник с сапогами, это вот, ну, прям, в жизни это очень важно, да, да, да. Вот, это очень важно. И вот второй вопрос, который, ну, скажем, его чаще всего задают те люди, которые вообще вот, ну, ещё не понимают, а таких людей всё равно достаточно много, не понимают темы очищения организма, да, и вот часто задают такой вопрос, да, мол, как питание загрязняет наш организм? Ведь нас учили с детства, да, первое, второе, третье, компот, завтрак, обед, ужин, важно там плотничково поесть, а то как же так, а то организм типа деградировать будет, у него не будет хватать там белков, там, важно там мясо чуть ли не на первое, на второе, ну, там, и завтрак, обед, и ужин, поплотнее есть, ни в коем случае не голодать, там, всё вот. И они спрашивают, как нас всю жизнь этому учили, то есть у нас здесь в голове уже вот такой миф, да, то есть голодать вообще нельзя, да, то есть у меня, допустим, бабушка, она прям вообще, ну, съешь ещё вот когда-то, да, то есть, ну, давайте вы ещё поедите, да, то есть вот как вот можешь вот поделиться с людьми, которые вот ещё не понимают, вот как вообще в картине мира, да, то есть встроить эту новую модель? Это вообще самая больная мозоль, вот эта социальная фишка, да, когда традиция, это самая больная мозоль, потому что переступить вот через эти традиции, традиции, это, блин, это так больно, это так, люди так не хотят ломать традиции, потому что у нас само слово традиция, оно имеет позитивный окрас, да? Да, конечно. А ты вдруг паришь, и ты ломаешь традиции, кто ты? Ты изгой, ты становишься изгоем, и очень часто вот это, эти изгои становятся, эти люди становятся изгоями даже прям в своей семье, да, и возникают, вот хорошо, когда удаётся как-то, да, найти общий язык с членами семьи, а очень часто бывает противостояние. И вот это вот действительно наше, ну, как бы, прошлое историческое, да, эти трудные события, всякие голодоморы, войны, голодовки, репрессии и прочее, это наложило свой отпечаток негативный на взгляды людей в отношении еды. И, к сожалению, это вот такая большая, такая глобальная проблема, которую вот просто так на раз-два не разрубишь, да, это очень большая тема. Именно поэтому, именно поэтому я прочитала в одной книге умной, прям даже вывели цифру. Статистика говорит, что только 10-13% людей могут изменить своё отношение в плане питания и изменить не только отношение, но изменить и свои действия, да, то есть начать по-другому питаться и с помощью изменения питания и каких-то дополнительных мероприятий, вот вроде как очищения, да, становиться другими людьми качественно, с более высоким уровнем жизни. То есть однозначно те люди, которые перестают быть зацикленными на еде и относятся к еде больше как к инструменту для выживания, но не как к средству для получения удовольствия там и прочее, да, без фанатизма, у этих людей жизнь меняется качественно. Но, к сожалению, большинство людей не склонны менять своё традиционное мышление, поэтому мы работаем, я думаю, что и твоя аудитория, и моя, мы в основном как бы натосимся к такому узкому специфическому кругу людей, которые что-то знают больше про здоровый образ жизни, нежели основная масса. Но я бы так сказала, прям вот мы какой-то каста, наверное, избранных, да. Именно поэтому у меня там около 10 тысяч подписчиков, но не миллион, да, и там даже не 100 тысяч. Просто потому что те люди, которые идут ко мне, к тебе, вот к нам, да, к таким экспертам, как мы, это действительно избранные люди, которые, скорее всего, входят вот в это число 10-13%, которые действительно могут изменить своё мышление в отношении традиции, в частности, традиционного питания. И ведь что натуропатия? Натуропатия – это же официально непризнанная вообще отрасль науки. Но это наука, это наука о выздоровлении, о выздоровлении естественными методами. Но ведь никто же не даёт широкой трибуны натуропатам. Нет. Иначе я стану здоровыми быстро слишком. Ну и как бы возвращаясь к вопросу, что как же всё-таки, да, вот мне удаётся. Дело в том, что когда человек начинает получать первые положительные результаты с помощью изменения питания и привнесения дополнительных оздоровительных мероприятий, возникает интерес, вот, то есть, отвалились папилломы. Но неужели это неинтересно для женщины, которые там… Вот только что, да, да, вот только что видел комментарии. Девушка пишет, я тоже хочу вот этот папиллом освободиться. Да вот заодно только вот это, отвалились папилломы, уже заодно это нужно, задрав штаны, бежать вот туда, да, вот в изменение питания, в очищение. Это же кошмар, эти папилломы, это же кошмар. Это ни одна женщина не будет мириться с этим. И то, что они будут ходить их удалять там в кабинет косметологии, это же не решит проблему. А и новые же вылезут, потому что… Ещё больше, ещё больше, потому что это же, по сути… Конечно. …относится к классу вирусов определённым образом. Да, это всё изнутри. И вот ты, Игорь, сказал в самом начале, да, что вот я там выгляжу, ну, неплохо там, да, молодо. Хотя я не пытаюсь даже скрывать свой возраст. Да, морщины, да, брыли, там, да, седина. Я не пытаюсь скрывать. Мне всё нравится. Мне нравятся мои морщины, мои брыли. Мне очень нравится моё состояние. Энергия прёт, еды нужно мало, еда очень простая. Организм вот прям ликует, ликует. Вот это вот ощущение ликования изнутри, вот этой лёгкости, чистоты, оно его может понять только тот, кто действительно к этому уже касался, кто уже начал делать попытки ухода от традиционного питания в сторону вот естественного, да, в сторону ощущения. Вот те уже начинают испытывать это ликование и понимать, о чём я вообще говорю. Вот. Ну, а те, кто не может изменить традиции, ну, значит, те остаются за бортом. Мы не можем работать на всю, на всю страну, на всю аудиторию, на весь мир. Ну, конечно, да, это выбор. Да, очень важно уважать выбор и человек сам выбирает, как он хочет. Вот тогда вопрос такой. Такие люди, да, которые, ну, неважно, готов человек, в принципе, да, перейти или не готов на, там, какое-то новое питание, но хотя бы, да, то есть есть всё равно люди, которые говорят, я всё равно пока буду питаться так же. Ну, вот непонятно, а зачем очищать организм, да? То есть дело в том, что не все же люди, да, понимают, то есть одно дело, когда человек прям явно, да, то есть увидел, что проблема, да, связана как-то с питанием и загрязнением, а бывает же, есть проблемы со здоровьем, которые вообще никак не коррелируют с неправильным питанием, с виду, да, то есть человек не понимает, что это вообще связано с питанием, да, вот. Вот вопрос такой, зачем вот человеку очищать организм? Хорошо, отвечу. Вот там спрашивают, сколько мне лет, мне 58. Значит, зачем очищать организм? Дело в том, что, поскольку я являюсь сторонником и проповедником, и, как это называется ещё, продвижителем естественного питания, то я утверждаю, что естественным для человека является растительное питание, преимущественно в сыром виде, то есть так, как оно было предназначено изначально природой и высшими силами, которые вообще, собственно, и поспособствовали созданию человечества на Земле. То есть явно, явно, что питаться человеку было предопределено растительной пищей, но это напрашивается логически. Вот природа, и вот человек в природе. Ну, зачем куда-то идти ещё, искать чего-то, когда есть природа, которая может накормить, да? Ну, это ловить. 100%. Да, это понятно. Тут даже к бабке не ходи, да? Что-то там, вы какие-то жиры искали. Где искать жиры? Какие жиры? Вот, если вот есть плоды, ну, пусть даже есть жирные плоды, там, авокадо, бананы, да? Всё в природе, всё питание в природе. То есть изначально это было естественным питанием. Но по мере этих пласт цивилизации, да, человек обзавёлся огнём, плитами, скороварками, мультиварками и прочей-прочей бразильниками. Потом пришла химическая промышленность, она соединилась с пищевой, у нас стало очень много продуктов длительного хранения, пища стала напичкана токсинами, чем дальше, тем больше. Пищу нужно перевозить, долго хранить, она стала вся вообще нахимичная, на антибиочина. Прокачанная, так сказать, с всех сторон. То есть пища из естественной превратилась в неестественную. А пищеварительная система человека, она как была, так и осталась той же самой. То есть та же самая ротовая полость, тот же самый пищевод, желудок, кишечник, желчный и так далее, печень. Вот, получается, представляете, какая идёт трансформация в работе этих органов. То есть они, как честные пионеры, благополучно переваривали яблоки, ягоды, травку и прочее. И тут пошла цивилизация. И тут надо колбасу переваривать, чипсы и прочая-прочая хрень. Закладывал ли создатель вот это условие, что нужно будет переваривать всякую хрень? Конечно, нет. И вот это, то, что это не подразумевалось, питаться всякой химией и непотребщиной и переедать ещё к тому же, переедать. Это всё стало приводить к тому, что организм перестал на 100% справляться с усвоением принимаемой пищи. То есть какую-то часть, конечно, он усваивает, и это идёт на наше питание, но очень большая часть перестала усваиваться и стала загрязнять кишечник, там гнить, там бродить. Токсины стали проникать в кровь, в печень, в ткани, в клетки, и человек превратился в больное существо с обезображенными формами тела, потому что жир, да, начал откладываться, потому что мы идём с переизбытком глюкозы, потому что еда очень крахмалистая. Стали токсины накапливаться, люди стали болеть аллергиями всякими, там астмами, потому что токсины, потому что токсичная слизь, потому что всё это рвётся наружу, на выход. То есть бедное тело уж пытается всё это исторгнуть из себя. Поэтому вот так получаются всякие симптомы всяких разных болезней. И поэтому сейчас остро, вот сейчас в наше время остро стоит необходимость, чтобы научиться правильно очищать организм, чтобы рано не умереть и чтобы не умирать в мучениях, а чтобы умереть в свой положенный естественный срок, где-нибудь там лет за 100-120, и умереть своей смертью. То есть до конца быть на своих ногах, в ясном уме, в трезвой памяти, полностью себя обслуживать, не быть обузой никому, ни детям, ни внукам, ни правнукам, ни праправнукам. 100%. Вот в этом задача, да? Да. Поэтому очищать себя нужно научиться. Я знаю, некоторые могут сказать, да ладно, что там очищать? Организм сам очищается. Да, организм очищается, у него есть такая способность, есть, но ему нужно помогать, потому что мы не помогаем очищаться организм, потому что мы всё время питаемся, 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 с утра до ночи, а то иногда ещё и ночью. Да, потому что времени получается у организма не остаётся времени включить эту функцию к самоочищению. Совершенно верно. Когда организм очищается? Когда мы не кушаем, то есть ночью, да? Вот. А если мы и вот кушаем и поздно на ночь, то он всю ночь пытается переварить то, что мы скушали, но очищаться у него уже не хватает времени, поэтому мы встаём утром отёкшие, распухшие, разбитые, без энергии. Почему? Да потому что организм всю ночь тратил эту энергию на то, чтобы хоть как-то расщепить и встроить, да, то, что вы съели на ночь, особенно если это было мясо. Вот. Поэтому вот это переедание и, в общем и целом, большое количество неестественной еды, оно очень зашлаковывает организм. Хорошо. Тогда вопрос такой. Вопрос как раз в тему нашего эфира. А как тогда влияет на уровень жизни человека очищение организма? То есть вот в жизни, ну, кроме того, что это может помочь, как мы говорили, да, там очистить, скажем так, может даже похудеть, да, то есть вот и убрать папиллома, а именно на качество жизни, на уровень жизни, как может повлиять? Вот. То есть получается, что я не сказала самого главного, что вот эта вот зашлаковка, зашлаковка, забитый кисточник и усталость пищеварительной системы и плохая работа выделительных систем, ну, то есть забитость, да, тела, шлаковка, она приводит к заболеваемости. То есть получается, человек не живёт свою естественную жизнь, а умирает раньше, чем положено. Не живёт в своём трезвом уме, да, и ясной памяти и на своих ногах, а умирает от инфарктов, от инсультов, мучается с деменцией, и прочими-прочими делами. То есть заболевание-то от чего? От того, что все органы, все клетки, все ткани терпят крах. Терпят крах, потому что где отходы, там воспалительные процессы, потому что это закисленная среда, это невозможность нормального обмена веществ, это стоячее болото лимфы, это плохое кровоснабжение, и всё это вот вкупе, да, собирается в единую проблему, и человек просто разваливается по кускам. Вот что происходит. Поэтому очищение, оно почему приводит к качественному, новому уровню жизни? Да потому что оно выводит человека вот из больного в группу здоровых. И у здорового человека меняется совершенно отношение к жизни. Если больные, они вот только и стонут, и ропщут, и проклинают эту жизнь, и то, что она их так изуродовала, то как раз вот здоровые, кто уже перешёл в группу здоровых, они прыгают на одной ножке, и что я очень люблю, кстати, делать, да, просто прыгать, скакать там, да, и радуются жизни. Вот оно, новое качество жизни, потому что радость приходит. Радость от того, что ничего не болит, что ты утром встаёшь, а у тебя ничего не болит абсолютно. И ты вскочил на одну ножку, и поскакал делать свои дела. Вот он, новый уровень жизни, качественный. Это да. Вот, кстати, поступил вопрос, да, дорогие слушатели, я вижу, что поступают вопросы, да, и мы между теми вопросами, которые я уже подготовил, да, исходя из тех, скажем, вопросов, которые до этого поступили, до эфира ко мне. А я буду периодически тоже вставлять тогда вопросы из эфира, хорошо бы. Да. Вот тут вопросик такой появился. Можно, да? Да. А как можно очищаться не под наблюдением врача, купив марафон? Есть же риски, спрашивают. Вот у меня ответ будет прям на повал. Значит, да, кто это спрашивает, я хотела бы у неё спросить, не знаю имя, да, непонятно. Я бы хотела у неё спросить, как вы можете ложиться спать без разрешения врача? Это же риск ложиться спать. Дело в том, что наше тело очень хорошо очищается во сне. Ну, мы этого не знаем. Мы этого не ощущаем. Когда мы ложимся спать, у нас выключается пищеварение и вступает в силу очищения. Дело в том, что очищение это самая естественная функция нашего организма. Только нас этому никто не учит. Нам это не объясняют в школе, в институте. Поэтому мы не знаем этого. А на самом деле мы утром просыпаемся, идём в ванную комнату и мы видим следы очищения. Мы писаем, это значит мы очищаемся. Мы какаем, это значит мы очищаемся. Мы отхаркиваемся и отсмаркиваемся, это мы очищаемся. Мы вымываем из глаз, из ушей, с кожи, это эти все сальные, там эти свои жировые выделения, это мы всё очищаемся. Всю ночь организм работал на очищение. И то, что мы утром встали и всё это смыли, мы это воспринимаем как само собой естественное. Так чего же мы тогда, каких рисков мы боимся, если мы заходим, скажем, на несколько дней отсутствия твёрдой пищи, взамен неё мы берём жидкую пищу, заходим на жидкое питание, то есть продолжаем питаться, но отключаем пищеварение. Мы просто очищаемся 24 часа в сутки. При этом не происходит ничего из ряда вон выходящего. Всё так же человек работает, всё так же есть энергия, всё такое же он улыбается, здоровается, и делает свои дела по дому, и занимается с детьми, с внуками, и водит машину и так далее. А что произошло? Произошло то, что человек выключил пищеварение, и его пищеварительная система отдыхает, она в отпуске, у неё отгулы. Там 3 дня, 5 дней, 7 дней, вот сколько будет комфорта, да? Пищеварительная система отдыхает, тело очищается нон-стоп, человек получает кучу энергии и лёгкости, и при этом он питается, пьёт чай с мёдом, свежевыжатые соки, морсы, там водичку с лимоном, водичку глиняную, он всё это пьёт столько, сколько ему хочется, и при этом очень себя хорошо чувствует, и чувствует, как у него уходит вес, как у него уходят болевые симптомы, как ему становится легче дышать, лучше спать, и улучшается настроение. Где риски? Где риски? Можно я тоже от себя добавлю ответ по этому вопросу, да? Вот смотрите, действительно, есть часть людей, но нас так приучили, да, многих с рождения вдалбливали, да, что вот всё, что касается со здоровьем, нам в здравозахоронение, да, в Министерство здравозахоронения нам надо обращаться, да? То есть, но смысл в чём? Вот смотрите, если вы не уверены, что вы можете самостоятельно или через какой-то марафон, и вам нужен врач, я рекомендую вам пойти к врачу, но тогда, когда вы будете проходить очищение под наблюдением врача, вы тогда, вот предложите просто для эксперимента врачу или в клинике, а вы можете мне подписать уголовную и материальную ответственность, что если вдруг что-то со мной после этого очищения будет, или какой-то другой медицинской там процедуры, что вы готовы отвечать? Я вас уверяю, ни один врач на сегодняшний день не подпишется под свою личную ответственность. Знаете почему? Потому что нам только кажется, что в медицине берут ответственность на себя, но если вы почитаете бумажки, которые всегда в поликлиниках, во всех больницах заставляют подписывать больных, прежде чем им что-то вообще будут делать, даже какие-то простые элементарные действия, всегда подписывают человека, что он сам на себя берет ответственность, что с ним это сделают. И это касается вообще всех процедур. И попробуйте вот так вот сделать, и вы увидите, что на самом деле врач не берет на себя ответственность за вас. То есть получается, что ответственность, она все равно на вас. Не важно, там марафон вы будете проходить, или вы пойдете в лучшую государственную какую-нибудь клинику. Всегда ответственность будет только на вас. Это только кажется нам, что кто-то нашу ответственность на себя заберет. Никогда такого не будет. Совершенно верно. Но я понимаю, о чем говорит автор этого вопроса, потому что очищаться можно по-разному. Да, это тоже очень важно. Можно очищаться сухим голодом. Тут действительно нужен врачебный контроль, потому что человек может потерять сознание, и у него может быть тяжелая интоксикация. Есть очищение через голод на воде. Это тоже непростое мероприятие. Здесь тоже нужен врачебный контроль. Есть еще различные виды голодания, там интервальное голодание. Оно тоже такое более мягкое, более легкое. И я лично занимаюсь условным голоданием. То есть это жидкое питание по системе марвы огонян. Хотя это не только система марвы огонян. Были еще и 100 лет назад натуропаты, которые уже это практиковали, ну, как Арнольд Эрот и другие. Вот. Ну, вот там я вижу, продолжается вопрос, да, экстренная помощь, если пойдет камень. Так вот нужно делать так, чтобы камень не пошел. Для этого есть специальные хитрости, специальные фишки, которые мы делаем, чтобы никакие камни не пошли, чтобы не стало плохо. Да, кстати, это очень важно. Поэтому надо с умом, конечно же, нужно с умом. Если сейчас сразу, о, я решил поголодать на сухую, да, и пошел. Конечно, там и камни, там можно умереть. Там умереть можно. Да и не только на сухую. В принципе, есть везде, так сказать, да, вот в любом действии важно следовать и здравому смыслу, и желательно проверенным каким-то технологиям, да, скажем так. Да. То есть, если у человека камень, ему точно не нужен тюбаж. А если он ляжет на тюбаж, конечно, может он спровоцировать движение камня и вызовет скорую помощь. То есть, конечно же, с умом нужно ко всему подходить. Для этого нужны знания. Это, собственно, то, чем я и занимаюсь. Я даю знания. Вот то, что сама знаю, тем и, собственно, и делюсь. Вот. Поэтому, вот, что касается условного голодания, то это, конечно, наиболее комфортный и щадящий метод. И он доступен каждому. Но здесь тоже, конечно, нужно знать свои нюансы, чтобы провести всё грамотно. Это правильно. Отлично. Отлично. Бай, ещё вопрос поступил. До этого я пролистал ленту, да. Вот человек спрашивает, после ковида выпадают волосы. Очищение не ускорит ли этот процесс? Я так понимаю. Да. Или лучше подождать с голоданием? Процесс выпадения волос, по-видимому. Здесь давайте сразу будем делать оговорку, да. Не с голоданием, а с условным голоданием. Можно пробовать делать это точечно. То есть, если у человека есть, он чувствует потребность в очищении, но это понятно. Когда человек переболел, то он чувствует следы вот этой токсичности, он чувствует слабость, он чувствует себя каким-то забитым, да. Требуется очищение. Можно делать это точечно. То есть, что я имею в виду? Не надо себя ориентировать на какой-то длительный забег. Там две недели, три недели. Не надо. То есть, доводить себя до истощения не надо. Нужно просто заботиться о том, чтобы питание было достаточно очищающим и делать коротенькие вот эти вот условные дни, скажем так, дни условного голодания, скажем, раз в неделю. И смотреть на то, как реагирует организм. Но по-любому нужно кишечник очищать и очищать весь организм. Потому что, естественно, после болезни накопилось много токсинов, их нужно выводить. И пока мы их не выведем, будет продолжаться процесс деструкции, скажем так, разрушения организма. И в том числе и разрушения волосяных луковиц. Поэтому по-любому очищение нужно. Ну, аккуратно и по самочувствию. То есть, смотреть. Надо, чтобы было комфортно. Вот я лично за комфорт. Я не за то, чтобы терпеть какой-то дискомфорт, терпеть голод, терпеть какие-то лишения. Ну да. Я за то, чтобы было комфортно. Вот именно это вот мой конёк. Чтобы был комфорт. Именно так я и стараюсь строить свою работу с клиентами, чтобы им было комфортно. Только тогда будет польза. Если они будут терпеть дискомфорт, то пользы точно не будет. Отлично. Хороший ответ. Это, в общем-то, и весь девиз моего курса, на который сейчас идёт набор. Ну, я не знаю, знает ли твоя аудитория. Я просто вижу здесь, что здесь и мои тоже есть. Ну да. Я думаю, что даже те люди, я не знаю, даже вот мне уже, сколько я всего перечитал, сколько изучил. Каждый раз. Потому что вот чуть-чуть по-другому, другими словами, дополняются инсайты, определённые озарения. Поэтому я считаю, что всем это всё полезно. Вот однозначно. Тем более тем людям, которые здесь присутствуют, это обязательно. Конечно. Конечно. А ещё такой вопрос. Вот как правильно подготовиться к очищению, чтобы избежать ошибок, которые могут привести вот как раз к негативным последствиям, да? Особенно тем людям, которые вообще никогда, да? То есть вот человек вообще жил, не тужил, да? То есть набирался шлаков, токсинов. Вот как подготовиться, особенно первый раз? Потому что я считаю, это самый рискованный момент в первый раз в жизни, когда человек очищается. Подготовка нужна. И она состоит просто в облегчении питания. Вот и всё. Убираем тяжёлую пищу. Убираем мясо, убираем по максимуму крахмалистую еду. Ну такую, как хлеб, мучное. Даже каши минимизируем стараемся. И переходим на такую лёгкую растительную пищу. Как сырую, так и термически приготовленную. Ну овощные супчики, тушёные овощи, ну где-то какая-то кашка, жиры остаются в питании. Но тяжёлая еда убирается. И таким образом мы подготавливаем. Ну хотя бы там в течение, там, хотя бы двух недель. И тора, это уже будет хорошо. И плюс мы должны пропивать глину, глиняную воду ещё. Для дополнительной детоксикации. И тогда мы уже подготовленными входим в это очищение. И, конечно, уже все риски, риски интоксикации снижаются, сводятся вообще прям к минимуму, почти к нулю. Можешь рассказать, вот, курсы, может быть, или какой-то отдельный у тебя, может, есть тренинг или курс, да, вот, где человек может вот прийти и получить вот именно поддержку такую, да, вот, именно, может быть, у тебя есть какой-то с поддержкой курсы, какая-то программа, вот, очищение, то есть. На самом деле, на самом деле, у меня уже довольно много этих всяких продуктов, курсов, тренингов, книг, довольно много. То есть за, ну, за пять лет практики накопилось уже прилично того, что можно облечь какой-то формат, да, и давать в систематизированном виде. То есть, вот, выжимки прям, да, в виде инструкции, в виде каких-то рекомендаций, советов и так далее. Вот, поэтому периодически я предлагаю то одно мероприятие, то другое, то курсы, то книги, то марафоны. Кстати, о марафонах. Вот, я отказалась от этого слова, марафон, я даже писала пост на эту тему, вот, не люблю, понимаете, это не соревнование, тут не надо никуда бежать, не надо побеждать, это просто работа, кропотливая работа над собой и такой некий эксперимент, да, такое, в самом хорошем смысле слова. Поэтому я вот сейчас набираю именно курс, не марафон, не марафон, именно курс. Курс – это что-то такое учебное, да? Ну да. Потому что я не хочу, чтобы мои люди там обижали, да, к победе. Я хочу, чтобы они сидели и учились, вот, как это всё, как готовиться, да, как чувствовать свой организм, сколько вешать в граммах, что можно, что нельзя, а во сколько, а как, лёжа или сидя, и какой температурой, да, и что добавить, что убавить, и сколько чайных ложек, сколько столовых, вот это они всё, и как потом выходить, и как перестраивать питание, вот это вот всё сейчас я в системе вложила в мой курс, и я буду давать это на курсе. Мы начинаем 8 ноября. Если для твоих людей есть те, кто хочет узнать, что это такое, да, научиться самоочищению, научить себя очищать, научиться азам естественного питания, пожалуйста, приходите на курс, мы стартуем через 3 дня, то есть в понедельник уже старт, поэтому осталось буквально несколько дней. А что им, да, что требуется сделать, чтобы вот попасть, да, то есть вот? Нужно просто зайти на мой аккаунт, подписаться на меня, зайти по ссылочке в шапке профиля, попасть на страничку презентации курса, посмотреть, что будет на этом курсе и высказать своё желание. Да, я хочу на курс. Можно написать директ, можно прям сразу по ссылочке уже оплатить и принять участие. И для тех, кто сказал, что да, я хочу, открываются очень широкие двери. Человек включается в группу, в чат, в телеграм. Человеку открываются несколько обучающих курсов со всей развернутой информацией. Человеку дарится две книги от меня. Книга моя об опыте условного голодания и о правильном выходе. Человеку дарится ещё и бонусный курс, который называется «Гимнастика для лица». И всё это в бессрочном доступе. То есть это такие материалы, которые вот бери и пользуешься всю оставшуюся жизнь. Да, да, да. И ещё с родственниками делись в семье, потому что многие же кто-то один в семье, потом уже начинают там муж, жена, дети, друзья. Плюс на этом курсе у меня есть несколько нюансов, таких очень хороших, вкусных, да, тишечек или там блюшечек. Во-первых, я хочу сделать этот курс очень комфортным. Потому что, знаете, вот не секрет, что многие люди относятся как к очищению. Я буду терпеть, я хочу снизить вес там на 20 килограмм. Я буду терпеть, я буду делать всё, что потребуется, но я победю там и так далее. Вот мы не будем терпеть ничего. Мы будем делать всё ровно так, чтобы было комфортно, чтобы всё было в удовольствии, нравилось, с любовью. Это очень важно на самом деле. Это будет очень гибкий курс, который научит людей с любовью относиться к своему телу. Не терпеть. Ой, очень классно. Это вот одна фишечка. А вторая фишечка, поскольку у меня курс состоит из теории и из практики, то есть мы будем не только изучать, сидя там за партой, вебинары живые, чат работающий, но мы ещё будем это практиковать. То есть как это ставить клизмы, ну каждый в своей ванной, конечно, но с моим инструктажем, да. Как это находиться на жидком питании, как это делать тюбаж и так далее. Это будет практика. И фишка состоит в том, что если человек заходит в курс, и он не может по каким-то обстоятельствам делать практику, ну работа, занята ванна постоянно, да, там ещё командировка, ещё что-то, это не важно, он может изучить просто теорию, посмотреть, как работают другие, да, потому что в чате будет переписка, и потом, позже пройти эту практику самостоятельно, потому что у него будет вся база, все вебинары в записи остаются, плюс сохраняется возможность переписки лично со мной, из личного кабинета вопросы-ответы. То есть он не остаётся один, он не остаётся без поддержки, у него будет возможность получать мои адекватные ответы. Вот, вот это вот фишка моего курса. Ну, я рекомендую всем, потому что я вижу, во-первых, я вижу, периодически вот смотрю то, чем занимается Бая, да, то есть курсы, которые она рекламировала, которые я видел, да, то есть анонсировала. И встречал людей, да, которые тоже вот проходили курсы, потому что они тоже у нас заказывают глину периодически, да, то есть вот я вижу, что результаты хорошие у людей, вот, и у людей реально уровень уже потом совершенно другой, понимание, сознание, осознанность, потому что когда человек чистый внутри, у него мысли очищаются тоже, он действует в жизни по-другому. И последний вопрос сегодня, Бая, так как мы занимаемся глиной, да, и мне вот очень интересно, вот как ты используешь глину, потому что я знаю, что ты её используешь, как используешь глину в своём курсе, да, то есть для чего она там вообще нужна? Это неотъемлемо. Теперь уже это стало неотъемлемо. Я не представляю, как может идти очищение без глиняной воды. Ну, просто не представляю. Это обязательный элемент. Поэтому я уже всем своим, кто на курсе уже сказала, что глина нужна, потому что глина – это профилактика интоксикации. Профилактика интоксикации. То есть, когда человек заходит в очищение, получается, что... Сейчас, секунду. Получается, что вся та лавина токсинов, которую он накопил за предшествующие годы, она дружненько идёт на выход через все выделительные системы, то есть через кишечник, мочеполовые пути, кожу и дыхательную систему. И человек, соприкасаясь с таким большим количеством токсинов, может себя, мягко говоря, не очень хорошо чувствовать. А если, грубо говоря, то залететь в интоксикацию, то есть в отравление своими собственными отходами. Так вот, глина – это как раз тот инструмент, который помогает не залететь в интоксикацию, а купировать её уже прямо на самых ранних стадиях. То есть прямо с самого начала, даже уже с момента подготовки, мы уже начинаем пить глиняную воду. Таким образом, мы уже внутри себя начинаем уборку. То есть глина захватывает токсины и благополучно выводит их наружу вместе с каловыми массами. То есть мы уже начинаем, можно сказать, что такой подготовительный штурм с помощью глины. А когда мы заходим уже в условное голодание, тут глина просто незаменима. Ну, просто потому, что она прям, как сказать, на амбразуру. Она кидается на амбразуру, потому что вся основная масса токсин, она внутри, она в полости, в полости кишечника. И там она захватывается глиной, и человеку очень большая подмога не чувствовать себя плохо именно с помощью глины. Поэтому это обязательно. Это обязательно. И вообще, вот глина, я считаю, должна быть в каждом доме прям аптечка номер один. Потому что любое недомогание, любое там какое-то отравление, что-то не то съел и так далее, голова заболела, это в первую очередь детокс, в первую очередь глина. Сама недавно прошла вот этот опыт, испытала какой-то вирус, не знаю какой, не проверяла, но это не важно, резко вдруг почувствовала себя плохо, зазнобила, голова страшно заболела. Что я сделала первым делом? Очистила кишечник с помощью слабительного, стала пить активно глиняную воду, дополнительно делать клизмы, буквально два дня, на третье я уже была полностью на работе. Всё? Отлично, отлично. Всё работает, всё работает. Главное только знать, как это делать. Это точно, это точно. Буду очень рада, если твои люди придут ко мне на курс, и чтобы мне понимать, что действительно есть заинтересованные, вот кто хочет пойти на курс, да, от Игоря, пишите мне в директ кодовое слово Игорь. Да, напишите, и это будет ценно. Скажите, что вы хотите на курс, и кодовое слово Игорь. Мне просто очень хочется понять, насколько твоя аудитория заинтересована в оздоровлении при помощи таких естественных методов, как очищение. Мне просто при статистике это хотелось бы знать. Да, мне тоже очень интересно, действительно, да, потому что есть разные люди, почему принимают глину, то есть кто-то для очищения, кто-то потому что просто вкусно употреблять глину, но вот мне очень интересно будет тоже узнать, сколько людей заинтересуется, и я всем рекомендую, я уверен, что Байя вам поможет не только, вот самое важное, я понял, да, то есть такую вещь, что не только вот один раз пройти очищение, да, а перейти совершенно на другой уровень питания, и вообще отношения с пищей, и, соответственно, совершенно другой уровень энергообмена внутри нашего организма, да, потому что энергия – это всё. Да, то есть я хочу подчеркнуть, что я именно хочу помочь научить людей, как это делать самостоятельно, потому что я не буду там год, два и три сопровождать человека в ванную комнату, да, и чтобы он делал там какие-то мероприятия, там, чтобы он чистил свой кишечник. Конечно. То есть он будет делать это сам, это опять к слову, по ответственности, да? Да. Никто не отвечает за ваш лишний вес, за ваше здоровье, не здоровье, точнее, никто не отвечает, кроме вас. Моя миссия – научить, как вам это делать самостоятельно, как вам самому отвечать за своё здоровье, за свой лишний, не лишний вес, да, как приводить себя в хорошую форму. Даю информацию, учу, да, прямо азам, как это всё делать, а потом просто берёте и начинаете применять это самостоятельно в своей собственной жизни. Школа, школа, бег живи, бег учись. Да, сто процентов. Да. Отлично. Бая, я благодарю за такой интересный эфир. Спасибо. Мне тоже было очень интересно, хоть я и много уже знаю, но всё равно было интересно. и я считаю, да, вот условное голодание это максимально вот в сочетании с глиной, да, это получается действительно такой симбиоз мощный. Это бомба. Так что я благодарю всех, друзья, за то, что вы нашли время, сегодня поучаствовали.